Конечно, время летит очень быстро, и когда сжатые временные рамки в час укладывается то, что делалось очень большим трудом, большой и очень дружная команда Одинцовская в течение четырех лет, это, конечно, производит впечатление. Что производит впечатление? Прежде всего, это, конечно, большое количество социальных объектов, то, что по-настоящему нужно жителям, то количество детских садов, которые были построены, введены, достроены. Это, конечно, по-настоящему важно для людей. Те изменения, визуальные изменения, которые связаны с комфортной средой, это центральная площадь и еще большое количество площадок на территории Одинцовского района, где люди могут проводить свое свободное время. Это тоже очень важно и очень заметно. Территория зимних видов спорта, особенно это ощущаешь, когда бежишь на лыжах по Лозозинской трассе, не скрою, сам изредка после работы стараюсь пробежаться. При бежать 6 километров, могу сказать, что это дается легко, но дается. В этом смысле есть очень важная последовательность в действиях всей команды. То есть те цели и задачи, которые ставятся, они выполняются и перевыполняются. Это и есть курс нашего президента и нашего губернатора Андреевича Воробьева. Есть большие достижения, которые очевидны в Одинцовском муниципальном районе. И в первую очередь мне, как человеку, который связан с производством, я вижу те большие инфраструктурные сдвиги, которые прошли за последние годы в районе. В том числе, если мы сегодня подводили итоги прошедшего года, построены гигантские инфраструктурные решения, которые сильно облегчили жизнь района. Более того, они способны привлечь новых инвесторов, создать новые рабочие места. Один лишь только переезд в Одинцово на другую сторону железной дороги. Это гигантский, мощнейший, очень капиталоемкий и сложный проект, который не одну пятилетку пытались реализовать. В этом году он был открыт. И здесь, я уверен, что с помощью именно таких инфраструктурных решений, с помощью таких крепких, долгосрочных проектов, которые прослужат не один десяток лет нашему обществу, именно они послужат залогом успешного развития района. Обманутые дольщики. Что радостно. У меня ведь в моем избирательном округе их шесть больших городов. И в некоторых из них подобные проблемы. Но так как здесь системно решается проблема с дольщиками, как с людьми разговаривают, как к их проблемам открывается душа у всех заинтересованных в скорейшем решении проблемы, я это вижу, я в этом участвую. Это здорово, когда глава ведет эти совещания. Это здорово, что людям дают высказаться инициативной группе. Мне было очень приятно видеть в отчете те объекты, которые внесли вклад в достижение района за данный отчетный период. Очень приятно было видеть, что Успенский дом культуры, который был завершен в реконструкции в 2017 году и был сдан в эксплуатацию, тоже попал в отчет главы нашего района. И видел, что глава района, как и наш губернатор, уделяет большое внимание культуре и культуре именно на местах. Очень показательно то, что глава не сгладил недостатки, он их наоборот показал, но и как он обычно умеет это делать, он выстроил в систему способы убирать эти недостатки. Поэтому я сейчас сидел и нервно пересматривал свой отчет перед жителями, потому что он будет полностью выдержан в контексте, как сделал свой основной доклад Андрей Робертович. Андрей Робертович Иванов, придя на выборы, говорил о том, что его главная задача и целью баллотироваться на пост главы района заключается в том, чтобы жизнь всех людей, всех людей, всех сословий во всех районах, не только в городе Одинцово, изменилась к лучшему. И это мы из года в год видим.